Привет, дорогие зрители! У меня на канале уже есть несколько видео подробных про вакцинацию, поэтому повторяться не буду, только практика. Сегодня отвечу на наиболее частые вопросы, немного информации о том, как колоть кроликам различные препараты, в частности вакцины вводить, профилактические инъекции, в частности витаминов, или в случае беды, если есть необходимость, то антибиотиков. Кто-то предпочитает пропаивание животных, но в случае с вакциной этот номер не пройдет. Необходимо подкожное или внутримышечное введение препарата. А также антибиотики, например, я предпочитаю именно колоть. Эффективность выше, на мой взгляд, и спектр препаратов шире. Для этого используют либо обычные шприцы, одноразовые, либо вот такой вот специальный ветеринарный инъектор. Ну, со шприцами в основном все ясно. Покупаем одноразовые шприцы, объемом либо 5, либо 2 мл. Любители часто спрашивают, как колоть? Неужели каждого крольчонка, каждую осыпь своим шприцом? Мол, это очень дорого получается. Ну, конечно, по общим правилам асептики, каждый персональный укол делается новой одноразовой иголкой. Но часто любители в целях экономии колят одним одноразовым шприцом с одной иглой всю клетку. То есть мамашку и весь ее выводок, то есть полуторамесячных ее крольчат, перед отсадкой вакцинируют одним и тем же шприцом с одной иглой. Ну, совсем экономные люди, конечно, всех колют вообще одним шприцом с одной иголкой. Ну, это, конечно, неправильно. Ну, и прочие всякие компромиссы бывают. Такий компромисс с мерами дезинфекции. Ну, конечно, это нехорошо. Вы же не захотите, чтобы в поликлинике вас укололи иглой после кого-то. Ну, и тут же то же самое получается. Поэтому в качестве альтернативы, которая с одной стороны дешевле, чем каждому персональный одноразовый шприц покупать, можно купить пачку одноразовых иголок. Это дешевле в два с половиной раза выходит. То есть шприцы у вас есть дежурные. Ну, десяток там держите. Пока шток хорошо ходит, не меняйте. А вот игла, то есть иглы для каждого укола, меняем. Одноразовый шприц с иголкой стоит, ну, от семи до десяти рублей примерно. А иголка одноразовая два с половиной три рубля. Ну, выходит дешевле, если пачку сто штук заказывать в интернете. Небольшой лайфхак, экономящий немного денег. Далее. Специальный полуавтоматический инъектор. Вот такой. Я покупал на Алиэкспресс. Там было дешевле. Стоит такой инъектор в Китае примерно 1100 рублей. Выпускается емкостным объемом 1, 2 и 5 миллилитров. Есть даже 10, но редко. И вот тут очень внимательно, друзья. Прежде чем заказывать, послушайте, как не попасть в просаг с этим инструментом. Потому что уже немало крыльководов наступали на одни и те же грабельки. Тонкое место здесь, объем покупаемого шприца. Тот, кто никогда не пользовался этим инъектором, не знаком с его устройством, полагает, что объем инъектора должен быть равен объему обычной ампулы, которую мы чаще всего применяем в крыльководстве. Все мы знаем, что ампула с вакциной растворяется 5 миллилитрами физраствора или воды для инъекций. Это стандартная процедура. И у нас получается 10 доз препарата для наших ушастиков. По 0,5 миллилитра каждому. И любитель заказывает, соответственно, инъектор с объемом камеры 5 миллилитров. Это роковая ошибка главного героя. Я сейчас вам подробно покажу, как это работает и почему объем камеры инъектора именно для кроликов не должен превышать 2 миллилитра. Я сам тоже не остался в стороне и тоже ошибся, купив шприц на 5 миллилитров. Вот, собственно говоря, он перед вами. И теперь вот думаю, как его продать кому-нибудь, какому-нибудь знакомому свиноводу или КРС-оводу. Ну, в общем, кто занимается животными покрупнее. Для ушастиков этот объем подходит очень плохо. Работает это так. Объем камеры это тот объем препарата, который шприц-инъектор может за одно нажатия засадить в нашего кролика. Подавляющее большинство дозировок для кроликов, будь то вакцины или антибиотики, это 0,5 миллилитра. Именно на 0,5 миллилитра нам и надо настраивать объем камеры шприца. А сделать это точно с огромной камерой на 5 миллилитров это практически невозможно. Будет либо меньше, что плохо, либо больше, что неэкономично. Вот поэтому для кролиководов объем инъектора выбираем 2 или 1 миллилитра. Тогда точность настройки будет гораздо выше. Далее. В инъектор, как в обычный шприц, ничего не набирается. Это, ну, вот он по-другому работает. Он берет раствор с препаратом из специального флакона через специальный штуцер. И если с витаминами, с сыворотками и антибиотиками в стандартных ветеринарных флаконах по 100 миллилитров, ну, или хотя бы по 50, все понятно. Там, ну, мы просто отвинчиваем вот эту крышечку с подающего штуцера. В ней есть специальная прорезь, куда вставляется горлышко стандартного флакона с резиновой крышкой. Затем для более легкого прокалывания, ну, вот я, например, стерильной иглой делаю в центре резиновой крышечки флакона два-три отверстия. Ну, просто вот прям в серединке. Два-три отверстия делаем. И затем накручиваем на шприц-инъектор этот флакон с препаратом. Он легко тогда прокалывает эту крышечку. Регулятор, крутилка на ручке. Ей мы устанавливаем шток на нужный нам для инъекции объем. Ну, чаще всего это 0,5 миллилитра. Делаем пробное нажатие, выпускаем воздух и все, можно работать. Каждое нажатие на шприц-пистолет это укол и введение заданной дозы. Но что делать, например, с вакциной? Ампула стеклянная, раствор всего 5 миллилитров. Делаем очень просто. Берем маленький флакончик от любого препарата. Стандартный флакон это 10 миллилитров включает в себя. Флакончик должен быть с резиновой крышечкой. Ну, стандартный. Все медикаменты, как правило, в стандартных таких 10 миллилитровых флакончиках продаются. Неважно, человеческое лекарство, ветеринарное, тот же бицелин дешевенький, гомовид. Неважно, форма флакона тоже не нужна. Важно, горлышко и резиновая крышечка. Они все стандартизированы. Нужен флакончик. Его надо как следует простерилизовать. Я это делаю 96% медицинским спиртом. Далее заливаем раствор нашей вакцины в этот флакончик. Также прокалываем крышечку и насаживаем. Насаживаем на инъектор. Дальше принцип вы уже знаете. Но у кого кроликов реально много, я советую связаться с производителем той же вакцины и купить сразу большие фасовки, уже готового раствора. В частности, есть жидкая вакцина, потому что возиться с каждой ампулой при повальной вакцинации это просто неудобно. Лучше взять сразу 100 миллилитров, например, флакон, сколько вам нужно рассчитать и взять. И вот мы подошли к главному. Кому этот инструмент реально необходим, а для кого это будет просто баловство и пылящаяся в шкафу штуковина. На мой взгляд, при относительно большом поголовье, то есть более 20-30 голов именно маточного поголовья, это, возможно, имеет смысл. Меньше реальной необходимости нет. Проще с обычными шприцами и пачкой иголок одноразовых. Ну, потому что для обычного любителя, то есть для небольшого подсобного хозяйства будут весьма актуальны минусы этого инструмента. Смотрите, флакон полностью не расходуется. Дело в том, что прокалывающий штырь инъектора имеет определенную длину. На эту длину он входит во флакон. И все, что будет ниже этого штыря, это пропавший препарат. Его только потом обычным шприцом с иголкой можно как-то высосать. А это уже неудобно. При большом объеме вы эти пару-тройку доз не заметите. А когда у вас все наперечет, терять ничего не хочется. Во флакон 10 мл лучше сразу заливать две ампулы и разводить 10 мл физраствора. Еще один минус. Ну, это из-за той проблемы, которую я уже озвучил. Не надо брать объемный шприц. То есть 5 мл для кроликов брать не надо. Невозможно точно отрегулировать. И есть очень серьезная погрешность. Я старался регулировать очень тщательно. Но вот максимальная точность это на 20 планируемых доз. В итоге получается уколоть 15, максимум 16 животных. Слишком приличные допуски получаются. Таким образом, на больших партиях, то есть при большом поголовье, все эти минусы перекрываются скоростью и удобством. А для обычных небольших хозяйств реальной надобности я просто не вижу. Сам очень долгое время обходился обычными шприцами. Да, и еще после каждого использования, и флакон, и шприц-инъектор нужно обязательно сразу же разобрать, промыть как следует и продезинфицировать. Обязательно. Никуда не денешься. Это плата за удобство. Стоит это удовольствие, напомню, в Китае на Алиэкспресс в районе 1100 рублей. В России не знаю, не узнавал. Кто видел или покупал, напишите в комментариях. И еще один нюанс. В комплекте со шприцом-инъектором можно заказать набор многоразовых иголок. Соответственно, иголку использовали, сняли, кинули в стаканчик со спиртом медицинским, надели следующую иголку из набора и так далее. То есть такой круговорот комплекта иголок через дезинфекцию спиртом. Во всяком случае, я делаю именно так. Для удобства я использую крепкий пинцет. Им же, как ключом, таким небольшим, я закрепляю и снимаю иголки, потому что просто пальцами иногда это сделать тяжело. Когда много работы, я частенько надеваю на инъектор одноразовые иголки из коробки, о которых я уже говорил. Надел, уколол, снял, выбросил, надел новую. Просто так быстрее получается. Многоразовые иголки это расходный материал. Со временем они тупятся. Колоть животное тупой иглой это издевательство. Ну и с размером многоразовых игол не ошибитесь. Они есть очень толстые. Для кроликов это просто копье получается. Длинные иглы нам тут тоже не нужны. Полтора, два с половиной сантиметра достаточно. Толщина не больше 0,8 миллиметра. У китайцев дело в том, что своя маркировка, если в Европе, например, 21G и все понятно, то на Алиэкспресс в частности, ну вот у меня 14 на 25. И этот калибр как раз для кроликов не подходит. Это для свиней, для телят. Ну там, для лошадок. Ну для лошадок даже покрупнее должна быть игла. Для кроликов это реально копье. Толстоватая игла и заточка как у стилета. То есть это ну вот только такую дубовую шкуру очень крупных взрослых самцов пожилых пробивать. Для кролика 9 на 15 подходит лучше. Все ссылки на Алиэкспресс, в частности на шприцы-инъекторы, я оставлю в описании видео. Ну а на этом все, друзья. Спасибо за внимание и до новых встреч на канале Фермер-Одиночка. Фермер-Одиночка.